Привет! Привет! Сейчас мы будем заготавливать виноградные листья на зиму, чтобы можно было делать долму зимой. Я собираю... Самое главное это собирать листья тонкие, самые нежные. Я обычно на ощупь определяю. Обычно самые большие, они более грубые. То есть я стараюсь собирать вот, например, вот такого типа, вот эти вот они слишком большие, они будут невкусно. Самые маленькие, самые молодые. Совсем маленькие, например, такой я не буду срезать, потому что в него просто неудобно, ничего не завернешь. Виноград вырос. Да, есть чуть-чуть. Гниет немножко. Гниет. Птицы не кушают. Птицы будут кушать, когда он созреет. Я заодно обрезаю вот эти ветки, которые... Вот это вот слишком грубые. Заодно обрезаю ветки, чтобы они не мешали здесь. Я обычно это делаю несколько раз в течение лета, то есть когда появляются листья, потому что они растут все время. Да. И поэтому... Ну, папа мне не разрешает там собирать, потому что там больше винограда растет. Листья нужны для того, чтобы виноград созревал. А здесь вот вокруг беседки он не возражает. Ну и даже здесь достаточно. Я в прошлом году 300 листьев собрала. 300? А, да. Ну, как ты думаешь, что важнее, наше вино или долма? Я не знаю. И то, и другое такое вкусное. Ответа нет. Для папы, наверное, важнее вино. У долма это так, побочные. Вот видишь, вот здесь вот, когда много жилок, и вот это вот уже будет грубое, когда будет вариться. Вот здесь вот меньше. То есть я... Ну, по виду определяешь и на ощупь тоже. Так, значит, я разложила листья по 10 штук. Так просто удобнее. Там сейчас на Олимпиаде показывают плавание, да? Наверное, будет слышно. А. И я поставила воду кипеть. Значит, туда надо добавить немножко соли. И я, когда они сварятся, их положу вот в эти пакеты и заморожу. Я приготовлю пакеты. У нас сейчас 60 листов я собрала. 10 листов, каждый пакет мой. И что я еще делаю? Я подписываю год, когда я собирала, потому что, чтобы было... Если там с прошлого года осталось, то сейчас с первой. А уже 2019 года мы все уже съели. Да, 20-го еще осталось. Так, и теперь, значит, вот в кипящую воду кладу. Чуть-чуть надо упустить, чтобы не совсем. Это называется бланшировать. И теперь я их держу до того, вот они начнут сейчас менять цвет, эти листья. А, это очень быстро, да? Да. Все. Несколько секунд, может, 30 секунд. Да, все. Вот они поменяли цвет. Теперь я их вот так вот вытаскиваю. И потом я вложу следующую сразу портю. А, значит, с этой я ее немножко поклажу с водой. Нужно обостыла. Ну, иначе просто неудобно брать ее, она очень горячая. И теперь кладу в пакет. И потом, когда я все приготовлю, я просто положу в морозилку. Она будет лежать. И они будут нежные и молодые до тех пор, пока нам не понадобится. Так что это называется бланшировать. Да. И можно не только листья бланшировать. Что еще можно? Просто всякие овощи, если хочется. Если еще не смотрели видео, как там делать, теперь это надо посмотреть. Поняла. Так, вот это мы приготовили сейчас. 60 штук. Я положу в морозилку. А вот у нас, вот это они уже лежат замороженные. Вот это еще с прошлого года остались. Это я делала в этом году. Поэтому я буду видеть, когда я буду готовить. Я сначала возьму более старые. Ура! Спасибо, мама. Пожалуйста.